Привет, друзья! Сегодня с вами Сова и Травмации. У нас сегодня в эфире убер-видео. Мы идем на уберов. Начнем с того, что мы сделали небольшой трансмог по традиции. Покажем вам его. Давайте поближе. Женя играет варкой со своим супер-мечом, который он очень любит. Ничего не могу с собой поделать. Варка, конечно, симпатичная. Ты не заглядывайся на мою варку. Нет, не заглядывайся. Но я сделал, собственно, классический апгрейд визуальный под крестоносца. Вот, друзья, смотрите, что мы сегодня будем делать. Мы пойдем на уберов. Вы можете увидеть в верхнем правом углу Torment 6. Но... Женя, объясни, почему мы пойдем на Torment 6? Чтобы развеять мифы о легкости уберов на высокой сложности. Ну, на самом деле, мы хотим вам показать количество хп, которое будет у уберов. И планируем снизить. Показать, во-первых, как можно снизить во время игры уровень сложности на уберов. И планируем на Torment 1 их запилить. На данный момент в текущей бетли дроп ключей, который вы сейчас видите на своем экране. И ингредиентов с уберов он стопроцентный для персонажей 70-го левела. Вот, то есть, как бы мы абсолютно точно сегодня дропнем. Но если победим, конечно, ингредиенты, Женя смеется в кулак. И сделаем кольцо адского плавения нового образца 70-го левела. В принципе, вы все это увидите. Вот, мы нафармили некое количество ключей. И сейчас, собственно, покажем, как из них делать машинки, чтобы пойти на уберов. Смотрите, в новых уберах добавился, собственно, новый убер. Это Diablo. Мы на него пойдем в самом конце. И, соответственно, появились новые машинки. Для создания каждой требуется ровно один ключ. И сейчас мы сделаем четыре машинки, чтобы пройти все четыре портала. Машинка 1, машинка войны, машинка костей и машинка зла. Стоит еще отметить, что какую бы машинку на какого убера вы бы не делали, все равно требуются все четыре ключа от ключников на каждую из них. И стоит одна машинка 100 тысяч золотых. А также, друзья, хотим отметить, что пойти на уберов вы можете из баунти абсолютно как бы... Свободно. Свободно, да. Мы просто пробовали в компании создать какой-то другой там акт, например, третий, и сделать ТП по карте, и это, соответственно, у вас не получится. Вот. То есть вы можете, в принципе, по старинке зайти в первый акт, выбрать последний квест, и тогда вам откроется вот эта дверь, которую мы сейчас сломаем. Вот она. Соответственно, в баунти вы можете это сделать абсолютно свободно и так далее. Заходим внутрь. Вот. Ну что, Жень, ты готов к походу суперпоходу? Конечно. Я готов упасть. Все ради наших зрителей. Да. Это первая локация хаоса. Ну что, пошли? Да пошли. Уже. Уже. Так. Accept. И поехали. Здесь у нас связка хома и того самого, как его звать там? Раконота. Да. А теперь обратите внимание на количество их ХП. Да, я, собственно, поставил... А, Жень, слушай, пофиг сили. А ты не показываешь. Ну ладно, скажу я. Я показываю, показываю. На самом деле, я его включил. 36 миллиардов, да? Да, у каждого. Друзья, смотрите, мы сейчас, в принципе, умрем скоро. Хотя... На самом деле, лучше не умирать, просто сейчас попробуй снизить сложность и все. А, да, слушаем, я же забыл. Ну, в общем, вы увидели количество ХП, то, что мы показывали, и смотрите, как в игре вы можете это сделать быстро. Главное, не умри, потому что ты сейчас стоишь в ядре. Да, 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 я попробую. Вот, собственно, я снизил до четвертого и не показал ХП на пятом. В принципе, смотрите. Я надеюсь, там, на видео можно нажать стоп, снижаем еще. До третьего. Количество... Не понял, а что так у него много стало? Был уж 36. Ну, ладно. Снижаем дальше. До тормонта 2 и снижаем до тормонта 1. Ну, сколько у него, Жень? 96. Ну, одного, один... 96 миллионов, что ли? Что-то я не пойму. Слишком много циферок, тяжело. Нет, не 96. 966 миллионов, да. Подожди, один миллион, что ли? Это 966 миллионов, а у Кхома Лярд 277. Подожди, а что так о них понерфим? У них разное количество. Не, я помню. Мы с тобой, помнишь, когда были на... Мне кажется, были намного большие цифры. Потому что там у четвертого босса он один. И у него хп, как у двоих обычных уберов. Слушай, ну, в принципе, да. Да, мы чтобы ходили. Хе-хе-хе. Все понятно. Так, друзья, смотрите. Пока мы будем их пилить, будем отвечать на те вопросы, которые вы нам задавали в комментах на YouTube и на форуме. Потихонечку, по порядку мы, в принципе, записывали вопросы интересные, да. И вот, собственно, на самом поляре будем давать ответы. Вот. Один из вопросов был о том, как часто можно делать баунти. Есть ли какое-то ограничение по ним? Отвечаем, что никакого ограничения нет. Вы можете сделать 5 баунти в каждом акте. Всего актов 4-5. У кого доступны беты, соответственно, у них 5. Вот. И сделать релок. И снова идти на баунти. Никакого ограничения нет. Также вы можете в этой сессии игр, в которой будете выполнять баунти, сделать один рифт. Слушай, мы почти их уже убили, да? Ну и слава богу. Да. Вот. Один рифт дается на все баунти, скажем так, в рамках одной сессии игр. То есть, вот, как бы, такая ситуация. Ну, смотрите, мы, в принципе, довольно-таки успешно запилили. Слушай, ну смотри, урон у них подняли. Тот же самый арканод со своей вертушки сносил мне две трети хп только так, в легкую. Угу. А сейчас... Это вот после последнего хот-фикса, я так подозреваю. Потому что там было в аннотации. Вот, как бы и все. Друзья, обратите внимание, что иногда падает два ингредиента. У тебя даже два упало? Да, собственно, сейчас это и случилось. А, слушай, у меня тоже два упало. Просто они упали почему-то одной кучкой. Одним лучиком. Вот. Да, да, абсолютно такая же штука. Вот эти ингредиенты. Окей, давайте сделаем ТП в город, чтобы выйти из этой локации. Мы убили первую связку. Ну что, идем на вторую? Это круто, да. Да, пойдем на вторую, сейчас я это сделаю. Так, открываем. Это у тебя что? Это у нас Магда с Лериком? Нет. А не этот у нас Кхом. Ой, Кхом. Штурмовой зверь и Золотникой. Сиджи. Так, давай сразу на это, это пускай. А, друзья, смотрите. Немножко поменяли обилки специально для боя с Суберами. Например, я поставил Акарата. Это некое подобие, некое подчеркиваю. Это сам Господи. Берсерка, да, из оригинальной Диаблы. Он апает мне ДПС где-то на 100 тысяч от этой цифры. Но, к сожалению, длится не очень долго. Вот. И также поставил наш второй фаланг, у которой акулдав 30 секунд. Вот. Но, тем не менее, она неплохо дамажит и, в принципе, на оберах пойдет. Женя сейчас расскажет, что он поставил. Да, он меня почти стандартный, исключение только составил. Я поставил себе Френзи на оглушение, чтобы немного их контролить. Ну, а так, в общем-то, достаточно стандартный с перемещением и выжиганием цепью. В общем, мы, как бы, постарались поставить такие обилки, которые нам будут, собственно, помогать на оберах. Слушай, как вот эти куполы раздражают, на самом деле, замедляюще. А, я тебе говорил, это вот как раз вот плюс к сапогам, к ледянкам. Кстати, ты в них бегу спокойно, да? Нет, у меня нет их, у меня они на отдыха. Не спойлерить, не спойлерить. Да нет, не спойлерить. Я сутился. Выбил я как раз вот эти ледяные сапоги, всеми любимые в классике. Они тут приобрели достаточно любопытный эффект и дают персонажу, который ходил, полный мун к любым замедляющим эффектам. Что, в принципе, очень круто. Очень здорово. Обратите внимание на хп у штурмового зверя миллиард двести, да? Что-то не особо, да. Миллиард двести, да. И у Золотона, соответственно, тоже такая же цифра примерно. Нет, у Золотона меньше, у него 800 миллионов, да. Но он же маг, хилый, старый. Вот, я поражал, собственно, карата, который мне дает 691 дамага и позволяет быстро регенерировать гнев. То есть я могу заспамить кулак с небес, мой любимый. И самое главное, быстро за ним бегай. А чё мы ушли от этого? А, он уже всё, умер, собственно. О, кстати, застанился. А, нет, не застанился. Это ты восстанешь. Ну, на самом деле, от вихря он тоже останется. Ну, чё-то как-то слабо. Ну, у них же сниженное время действия. А, кстати говоря, что это я? Что это я? Опа. И что там нам выпало? Плюс 300 по боссам. Да, друзья, это свитки, которые вам даются за выполнение рифта. Будешь смеяться, знаешь теперь сколько цепь лупит? Ну. За тик идёт 20 миллионов. Слушай, надо было идти... Надо было сразу юзать. На Тормант 2, на самом деле. Ну, в принципе, друзья, там... Почему мы пошли, собственно, на Тормант 1? Потому что на данный момент награда, она ничем не отличается абсолютно от... Тормант 2, Тормант 3. Да, да, да. Потому что там, собственно, только больше ХП у мобов. Мы его будем просто пилить дольше, и видео будет довольно-таки скучное. Но мы сейчас ходим. Так. Сейчас, буквально секунду. Давай, давай! Свиток утикает! Давай! Так. Всё. Поехали. Вот это, собственно, второй ингредиент. Жень, смотри. Следующий вопрос, который у нас был на форуме или в комментариях на ютюбе, уж точно не помню. Вот. Это по поводу влияет ли МФ. Мифик файм, да, так называемый параметр поиска мифических вещей. Мифических. Легендарных. В общем, всяких разных. На дроплене Дарак из Бладшардов укадал ее. Вот. На самом деле сложно ответить, влияет он или не влияет. Разработчики сами говорили, что... О, это что такое? Да. Где, где, где? О, а что это было? Это был Король Лич. Я не понял. Вот уже всё. Да? Да. На 300 урона его зажали в цепях и он умер. Ну ладно, давай быстрее рассказывать про МФ. Ну, в общем, друзья, как бы дело в том, что я немножко это сам перебью, что официальной информации мы нигде не встречали по поводу влияет ли не влияет. Вот. Ну вот сейчас попробую высказать своё мнение. Да вылезай ты из угла. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Я на самом деле думаю, что там нифига на самом деле не влияет этот МФ. Там уж не знаю, был бы тогда совсем уж... Но они же и так его уменьшали для влияния на легендарные предметы. Ну да. Поэтому в самом начале, я не знаю как сейчас, оно влияло только 10% от набранного МФ персонажем, влияло на легендарные предметы. Там 40% было на рарке и 100% влияли только на синие предметы. А как оно влияет на Кадалу, не могу сказать с достоверностью. Скорее всего не влияет на самом деле, потому что иначе все одевали бы легендарный полностью МФ-оббес и стояли бы перед Кадалой. Ну, в принципе, да. Так что мы считаем, что не влияет. Ну, как это будет в релизе, пока неизвестно. Жем, мне упало, кстати, два опять. Не, а мне один в этот раз. Реагент Леорика, да? Коточки. Коточки, да. Итого уже получается 3. То есть, друзья, смотрите, мы, в принципе, прошли уже 3 хуперов и, в принципе, довольно-таки сделали это быстро. И сейчас идем на конечного, на Диабло. Ну, на самом деле, мы сделали это быстро, потому что нам очень удачно выпал свиток на 300% урона. Который все еще работает. Который все еще работает. Который все еще работает, да. Поэтому мне жалко нашего четвертого. А теперь обратите внимание, мы идем на четвертого, нового Убера. Угу. Это Диабло происходит, а все это действие, скажем так, во второй его фазе из оригинальной Диабло, да? И сейчас мы будем сражаться. Познакомьтесь. Это Диабло, да? Это Диабло. Количество хп у него миллиард 600 миллионов. Вот. В шестом, на что вам тормите, эта цифра будет равняться, если мне память не изменяет, 52 миллиардам хп. Что, в принципе, дофига. Мы попробовали, честно. Но это с нашим уроном, это дико смешно. Потому что пилили бы, даже если бы он нас не трогал. Сколько мы там считали? 45 минут? Ну, много очень. Очень долго, около часа, на самом деле, я думаю, приблизительно по нашим подсчетам это бы ушло. Собственно, все. А, друзья, обратите внимание, что Диабло призывает копии свои потом. Вот. Призывает уберов других. Вот. И после своей смерти все эти уберы исчезают. Даже неправильно я все сказал? Убьем главного босса основного, его копии тоже умирают. Он потому что случайным образом вызывает на каждой четверти своего здоровья, когда у него 25% отнимется, он вызывает дополнительно еще одного случайного убера. На половине процентов то же самое, еще одного случайного. А когда у него остается 25%, он обязательно вызывает свою копию, как в мире теней. Их становится две штуки. Угу. Но мы просто слишком быстро их убили, поэтому... На самом деле я предлагаю сейчас сделать, допустим, релок. И убить его без свитка? Во-первых, может быть без свитка и, например, на тормите два. Вот. И потом собрать два кольца, например. Ну, на самом деле у меня не хватает куска леорика на два кольца. Нет, ну мы сейчас ходим как бы раз, вот у нас получается кольцо. Сейчас сделаем релок и потом сделаем как минимум два кольца. Ну, давай. Давай прямо. Делаем релок. Прямо сейчас, прямо в видео. Прямо сейчас, прямо в видео. Да, конечно. Что нам стоит дом построить? Ну, что ж... Давай SSD, да. У него вообще быстрый релок. Да, давай тогда сделаем, например, ну что, Торманд 2, да? Ну, если со свитком, Торманд 3 ставь. А если не выпадет такой, мы будем очень долго их пилить. Будем страдать. Смотри, можно в принципе поставить Торманд 6 и зайти на Дьявол, чтобы показать количество ХП у него. Давай. Давай ставим сразу Торманд 6, поскольку мы это можем изменить, понизить сложность прямо в видео. Вот. И сейчас вам будем отвечать дальше на вопросы, которые нам попадались. И там вопрос, мне кажется... Да, вопрос. Я его прочитал. Так, пойдем сразу в первый акт. Угу. Угу. Так, на этот раз я машинки делаю. Давай. Давай. Ты уже показывал. Давай. Давай. В принципе... Да, да. Кто забыл, например, для каждой машинки вам нужен ключ из каждого акта. То есть вы набиваете четыре ключа в первом, втором, третьем и четвертом акте. Кстати, в пятом акте на данный момент ключника нет. Никакого. Никакого. Никакого, да. То есть вы набиваете в первом акте ключ костей, вот этот вот. В втором акте вы выбиваете ключ глотони, как нам правильно подсказали произносить. В третьем акте вы выбиваете ключ войны и в четвертом акте вы выбиваете ключ зла. И иногда в каждом из актов вам может упасть двойной ключ этого акта. То есть, например, в первом акте вы можете два ключа костей выбить. Ну, я не знаю, это бета или что это. Ну, иногда падают, да, по две штуки. Так же, как вот сейчас вы видели, что падают по два ингредиента. Так, смотри, Жень, давай открывай четвертую машинку. Я уже внутри, да, я открываю как раз четвертую машинку на Diablo. Заметьте, это Термен 6. Да, заметьте, это Термен 6. Количество ХП отображения я включил. Нам главное не умереть с первого папки. Ну, я прожимаю свиток и 200 по элите. Жалко. Жалко. Интересно, он считается элитой или нет? Ну, вообще, наверное... Скорее всего, вряд ли, раз у них отделили на боссов и тому подобное. Ну, смотрите, ХП у него... Не уменьшается вообще. Да, вы можете посмотреть, 51 миллиард. Друзья, миллиард 51 и сколько там получается? 9 нулей. То есть это очень много, на самом деле. Ну, давай пока пару минут его попинаем, потом снизим с курса. Ну, давай. Потому что это нереально. Вот действительно, вот так вот на него смотришь. Даже если он ничего не делает, это очень долго. В принципе, да. Причем это мы всего играем вдвоем, а если будет фулл пати, считайте сами, сколько у него там будет. Много. Много. Ну, смотрите, мы уже играем несколько секунд и снесли, что там, 50 миллионов, да? Ну, то есть это вообще 50 миллионов из 50 миллиардов. То есть это, на самом деле, жесть. Ну, что, понижаем, потому что это бесконечное видео. Сразу до Торманта 5. Слушай, на трешку снимай, да. Хотя с нашими ключами давай на 2. Нам не выпало, потому что в свитке ничего интересного. Снижать на 2. Друзья, смотрите, на Торманта 5 у него 25 миллиардов. Снижаем еще на одну. Сколько там, Женя? 12800. 12800. Снижаем еще на одну 6, должно быть, да? Да, 6. Да, 6. Это получается у нас Торманта 3. И снижаем еще на одну. И получаем 3 миллиарда хп. Да, то есть, друзья, смотрите, количество хп, соответственно, снижается ровно в 2 раза от каждой сложности Торманта. Ну, соответственно, и повышается в обратную сторону каждый раз в 2 раза. Да, но только... То есть, каждый полузунок Торманта увеличивает хп всех мобов, в том числе и уберов, в 2 раза. Насчет всех не знаю, там точно, да, информация? Ну, значит, если так, значит так. Вот, и обратите внимание на то, что вы можете понизить сложность прямо из боя. То есть, во время боя. Но повысить сложность вы можете только выйти в меню игры и, соответственно, начать новую сессию игры. А для чего? Для того, чтобы не обузили баг. Ну, да. Чтобы не было такого, что на нормале доведем его до 10 хп, поставить Тормант 6 и добить эти 10 хп. Ну, как вариант, в принципе. Вот он вызвал первого помощника. Это Леорикс. Обратите внимание, количество хп у дьявола смеслось на 1 четверть. И он, соответственно, призывает одного прислужника в виде Леорика. Этот набор, он рандомный. Потому что нам выпадали разные. Да. А еще я тебе могу сказать, что у них, у этих помощников, сопротивление урону, по-моему, идет. Потому что по нему урон идет вдвое меньше. А здоровье 960 миллионов у утроля. В общем, да, миллиард. Против трех у дьявола. А что касается дамага, наносимым нам от, собственно, дьявола, он, в принципе, не очень большой. Да, потому что... Особенно Савея, у которого кольцо с иммуном к огню. Ну, как бы в частности, ну, даже если без кольца, я просто по циферкам уже вижу. Да, нет, нормально, нормально. Урон не сильно высокий, да. Надо повышать. Потому что, собственно, опилиться, то есть... А в чем заключается отличие на данный момент, в зависимости от тормота, в котором упадете, только временем, в котором будете пилить этого самого... О, смотри, раконота, раконота у нас не было. Да вроде было. Не, раконота здесь у нас не было. Я, по крайней мере, не видел. В общем, да, друзья, обратите внимание, что у дьявола ушло ровно половину здоровья, и он призвал второго помощника. Так... Так, меня поймали. А я поражал... А... 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 Акарата, господи. Да, и апнул ДПС на 100 тысяч ровно. В принципе, неплохо. Я, как я уже говорил в начале видео, поставил... Сейчас, сейчас, сейчас... Сейчас. Aí, меня опять поймали. Да сейчас... Ничего не вижу. Ничего не вижу. Сейчас будет, на самом деле, копия. Да, друзья, сейчас, сейчас. Вот это увидите. Вот, вот он, где она, где она, вон она копия А ХП у нее миллиард Так же, как, собственно, я так понимаю, что у всех прислужников одно и то же значение ХП Потому что у всех по миллиарду Да, у всех по 966 миллионов, скажем так Да, и обратите внимание, что мы стараемся убить основного противника нашего, это Дьявол Поскольку все остальные копии тогда исчезнут И копии, и помощники Ну, копия тоже является помощником, поэтому Ну, да, 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 в принципе Так, ничего не вижу, пройти не могу Двойной, двойной залп, любимая Диабло-обилка Угу, очень красиво, кстати Как у ДХ, обилка Так, ну что Давайте Так вот сделаем На самом деле, единственное О, все, упал Два, пять ингредиентов А мне один только Сердце зла На самом деле, что-то сказать Я? Да ничего Ну, что, друзья, такая штука Давайте клевое, теперь у меня получается Таких ингредиентов в три штуки У меня костей нету Для уриковских У меня только одна Костей две Ну, сейчас мы тебе... Ты пошел ключи тоже делать? Не-не-не-не Ой, ключи Фу, 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 фу Кольца, нет? Не-не-не Кольца там делают внизу Давай дальше Мы пошли по вопрятку туда Теперь Костя Так, Костя, у нас Магда и Леорик Так, а у нас закончился свиток Сейчас я опять его прожму Ну, давай попробуй И... опять Элита Да чтоб его Так, прожимаем фалангу и закон на сверке Потому что здесь, домой-таки, опасно В плане лучей и мух, которые летят от Магды Да, обратите внимание, что после смерти Восстановиться здесь, на поле боя, вы не сможете Так же, как и в оригинальной Диабле В оригинальной Диабле Вот, то есть, только если вас узнает ваш союзник Если вы играете вдвоем или больше Вот, либо... Ресет Ресет, резет Да, 100 бит 1 Ответ, ресет Ну, сейчас у него сколько там? Ой, не вижу, что я уже не вижу Ну, кстати, вот именно поэтому я и не люблю эти циферки, которые... Лярд 700, короче говоря Лярд 770 у Леорика и Лярд 200 Сколько там? 200 228 Да, да, да 1 миллиард 288 миллионов У Магды Да, у Магды А у скелетов по 205 миллионов В принципе, нормально Прожмем кулак, который я все время забываю Жалко свитки только с мешочков за баунти дают И жалко, что их нельзя перестакать Или нет, или свитки у нас с рифтовой С рифта, с рифта, с рифта дается только Так, а где мои свитки вообще? По одному штуку за каждый рифт Так что копите, копите Обратите внимание, хочу показать То есть я сейчас не могу свиток поражать, да? Потому что он уже активен, да В принципе, ну это нормально Потому что Тоже могли бы обузить на вот этот, собственно, дамаг По Ну 300 по боссам Это, конечно, очень стильно Вы сами видели Да, мы там Здесь вот этот пак убили буквально там за секунду За несколько секунд Так, на экране творится в канале, на самом-то деле Слушай, а где он? А, вон он А мы кого, кстати, убиваем сначала? Лёрика, да? Лёрика, Лёрика Чтобы не мешался под ногами Окей Я, конечно, стараюсь сразу обоих зацепить Но редко, когда удается Ну, почти снесли ему банку хп Давайте прожмём фалангу, чтобы она маленько подамажила Кулдаун, конечно, в 30 секунд очень печалит А у фаланги это было одно из моих любимых обилок У креста Вот, ну, что делать? Хочу повторить, что это всё-таки бета У разработчиков ещё около двух месяцев Чтобы допилить геймплей, баланс Вот Будем надеяться на лучшее Я оптимист, да Ха-ха-ха Сама предчувствует мои вопросы, да? Мои замечания Сама оптимист, да Ну, мы же просто, на самом деле, сыграли с Женей очень хорошо Будем радовать вас, надеюсь, в новом видео Возможно, даже в релизе Да, Жень? Ну, мы постараемся, да Будем с тобой играть в релизе? Ну, в релизе мы будем играть по-любому Будем написать видео в релизе Вот чё вопрос Ну, я думаю, на самом деле Будет ли оно интересно, скажем так Ну, наша задача будет, наверное, сделать так, чтобы они были таковыми, интересными А-а-а, солнце, солнце И сразу щит поставил Ну, ты, 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 ты какая? Полетаем Ай Не, чтобы постоять, подождать, да? Ребята, идите сюда Слушай, а скелеты у нас ещё корни остались? Ну, а там один остался Остальные все от Магды Ну, да, друзья, вы можете, в принципе, обратить на это внимание Что дамаг от них не особо большой, от Уберов, да? То есть у нас там банка вообще практически не падает Это, кстати, сделано для того, чтобы игроки смогли потестить Уберов На сложности Тормент и выше Тормент 1 и выше Вот, что мы сейчас, собственно, и делаем Вот, видимо, разработчики сейчас активно работают Снимаются именно над Уберами, да? Да, да, да Ну, не только ими, конечно, я думаю Они всем занимаются Но, в частности, да, это тема Потому что Уберы, это, в принципе, дополнительный контент Ну, как бы хотелось, на самом деле, сделать то, чтобы от них Было больше профита И, в принципе, с мнением игроков, которые пишут, что одно кольцо это недостаточно для награды Я, в принципе, с ними согласен, потому что действительно это мало Единственное преимущество в этом, что кольцо априори является источником забытых душ Это легендарный предмет, ингредиент, который вам нужен для энчанта и крафта легендарных предметов Все же, я... Да, мы пробовали его разбирать, из него разваливается как раз легендарная душа Которая вечная была нехватка Ну, сейчас нам после последнего хотфикса подняли шанс дропа легендарок В два раза Да, в два раза Поэтому, надеюсь, сейчас это будет немного полегче с ними А дроп легендарок скандалы уменьшили в два раза? В два раза? Там, на самом деле, было не написано, что в два раза А, просто уменьшили, да, 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 да Совершенно верно Так, ну что, она будет умирать или нет? Да, она обидел Один ингредиент Смотри, какая штука А, слушай, это не штука А, не штука, да, все правильно Ты штуку выбил? Да Сова выбила штуку Тебе А, ты уже ушел? Ну, сейчас ладно, в городе скину Я сейчас подумал, что это легендарный ингредиент, но оказалась штука для варвара Она А что это? Что это? Это мой подарок тебе Тебе сказать, куда его... Нет, не нужно, мы прям идти Какую пузнецу Так, окей, у нас осталось два портала Сейчас Женя сделает это, кстати, полечиться можно А, Женя сделает это Женя сейчас все сделает Сейчас дует Я сделаю, да Куда пойдем? Вон, сверху, глотунь На Кхомах Акхом А Кхом и Ярконот, на самом деле, один из любимых моих Такие няшки Ой, слушай, ну насчет одного я бы, наверное, не спорил бы, а вот второй Няшки-няшки Чего ей говорите Очень любил ходить на них с Оркой В оригинале Диаблием А сорка была у меня КМ, то есть морозильник, да? Не записывайте, Сова любил ходить с орком С каким орком? Вот я не знаю, ты сказал, что ты любил ходить с орком С оркой, с оркой, с оркой, с оркой С орка Чародейка Маг С орка Вот, в общем, остаешь между ними Спамишь ветерки И... И загадываешь желания Ха-ха-ха-ха Можно, конечно, и загадать желания Но если ты это делаешь на 10-м SM, то можно не загадывать желания Ингредиент дропнет 100% А, смотрите, наверное, скорее всего, в релизе Точнее, не наверное, а абсолютно точно Дроп Ингредиентов И ключей Они будут 100% На каждом торменте, да, Жень? А будет как-то Разделён Потому что, как бы, смысла в этом особого нет То есть, он будет 100% везде падать То есть, на данный момент, вы можете пойти на сложность Normal И сделать там Ключи, ингредиенты, кольца, адского пламени Ну, собственно, мы так и делали Для тестов А, кстати, Жень Был какой-то вопрос у нас на форуме Сейчас я вспомню А, по поводу, смотри, вопрос, собственно По поводу того, что Остаётся ли ЛС Лайфстил, который Был на старых предметах из оригинальной Диаболе И что с ним происходит после 70-го левела И что вообще происходит с ним на вещах 70-го левела Твой вопрос, твой ответ Ну, что с ним происходит на самом деле Со старых вещей он никуда не девается Не исчезает, ничего Но на 70-ом уровне он перестаёт работать С 60-го до 70-го уровня, когда вы прокачиваетесь Он понемногу уменьшается, уменьшается, уменьшается На 70-ом перестаёт работать совсем Кроме того, вы не сможете его получить на предметах При перековке Либо Просто так выбив его в аддоне Разработчики убрали его из игры как таковой Вообще, поэтому Считайте, что его нету Но на старых вещах он остаётся в виде аффекса В виде первичного аффекса И вы можете его перековать во что-нибудь другое более полезное Ну, в смысле даже не то, что более полезное А что-нибудь вообще полезное Потому что на 70-ом он становится бесполезным Не работает Ну да В общем, собственно, перековка Это самый лучший способ избавиться от него Выгодно избавиться Вот И Собирать всякие ЛПХ И прочие прочие Вечилки ЛС Убрались из игры Так что ЛС вам не пригодится до 70-го, но не выше Угу Да, то есть это на самом деле один из самых популярных вопросов Которых встречается Вот мы на неё решили ответить Хотя уже, в принципе, отвечали сто раз на форуме Вот Ну Ещё раз Повтори, анимать учения, в общем Я прожал свиток Чё там у нас Ой Лучше не смотри Добавлять сто процентов к экспириенсу, к опыту Хе-хе-хе-хе Опыт, кстати, неумолимо двигается вперёд Вот у меня скоро будет 144-й аппарагон Женя уже апнул один раз, кстати Да, я сейчас уже скоро второй раз апну Потому что мне его надо гораздо меньше, чем Сави Ну да, мне нужно 275 миллионов 400 тысяч до следующего уровня А у меня маленький парагон Я поэтому из своего удовольствия Мне быстро Нормальный парагон у тебя Нормальный, нормально Я не вон устаиваю Счастье не в парагоне А в его количестве Друзья, но тем не менее, в общем, это довольно нудное занятие На данный момент Убивать мобов из... Слушай, а почему у хома у нас сейчас 2,5 миллиарда? 2,225 Чё тебя смущает? А, нет, всё правильно, Т2 же Т2, всё правильно Да То есть на Т1 был 1 миллиард с копейками Или без копеек Вот, ну в общем, около того Давайте, прошмём фаланги уже Квак с небес пару раз Ну, 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 упал 2 штук Везёт, короче, на них мне что-то всего А мне опять один А мне не везёт Хмык Савалаки в этот раз А, лакер, лакер Саваня, лакер, Савачитор Коперайд-то отставить в рамочку Так Распаляем Ничего не знаю, я пошёл 4-ый портал открывать Мне тоже сегодня что-нибудь улыбнётся Смотри, какая штука. А что там упало? Дай мне посмотреть. В принципе, что-нибудь можно спокойно перековать. Не хочешь? 2 400. Нет, не хочу. Потому что он на Крузадер. Ну, я понял. А у меня он с легендарным. Забыл? У меня Крузадер с легендарным мечом. Ну, честно, забыл. Ладно, давай, пошли. Дальше. А, у нас последний, да. Четвертый. Да, это у нас эти самые... Ой, наша любимая парочка. Золтан Кул и Штурмовой Зверь. Я хочу сапоги. Я хочу сапоги. Сапоги, сапоги. Ну, расскажи про них еще раз, на самом деле, потому что они прикольные. Что про них рассказывать? Теперь на них говорю. Хороший аффикс. Очень хороший аффикс. Офигенский аффикс, на самом деле. Да, не по... не знаю, понерфят, уменьшат полезность, типа что-то. Это будет одна из вещей таких, которые... Ну, не имбовая, конечно, но мастхев однозначный. Ну, да, 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 потому что прикольно. Защита от любой клетки, от заморозки, от всего чего только можно. Но, в принципе, они... И снижение даже скорости на тех же самых паучках, вот, со всеми нелюбимых, которые пешат вам на подноги. Ну, а они были... Паутину, да. Не, дамажили, насколько я помню. Лечить тебя. Не особо, не дамажили. Ну, как бы нужно за что-то платить. В данном случае, дамагом. Ну, это просто сказочно приятно бегать по всяким паутинам и заморозкам, не оглядываясь на них. Купол, конечно, доставляет самый... От золотого кула. Скорость там уменьшается... Не написано, насколько. Но уменьшается сильно. То есть, там, бегаешь, как во сне. Так, у штурманового зверя 2 миллиарда 415... 16 миллионов, а у золота на сколько там у нас? Где-то он вообще пропал куда-то, парень. 1 миллиард 611. Чё-то какой-то зверь вообще деревянный. Дуб. Дуб-дуб. Ох, господи, ну как же это тут сражает, а? Кстати, обратите внимание, что он перестал часто хватать за шкирку. И тут же он меня схватил, и начал меня тварать. Ну да, так-то перестал. Сегодня не твой день. Так, ладно, поставим фалангу, проведем на него прямо в купола. Так, к тебе. Карата нужна, карата. Ну, выйди из этих самых. Пойдём мы его маленько выведем из куполов, аж там 3 штуки их. I need fury. I need fury. Я знаю, что тебе fury надо. Я пытаюсь. Я стараюсь. Мало? Добавит мало. Мало, жалуется. А, ну тем не менее, мы снесли уже у зверя. О, ты меня схватили. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Приятно, да? Приятно. А-са-па! Ну да, вот, почти снесли. Осталось примерно 1 четверть. И будет самое классное, наверное, что есть в этом видео. Это крафт новых колец. И ответ ещё на один вопрос, который был на форуме либо в комментариях на ютюбе. Нам, кстати, с вами интересно, мы сами посмотрим. Потому что мы как-то тоже пропустили этот момент. Но пока не скажем, какой. Ну да. Ну, в принципе, догадаться-то несложно. Surprise! Так. На тебе тоже по голове. Слушай, он упадёт когда-нибудь или нет? Да, не знаю. И это всего лишь Т2. Да, на Турман-6 там было бы у неё прилично. Ну, мне кажется, у нас получается Uber-видео. Прикольное. Мне саму аж нравится. Не, ну обещали, давно обещали. Обещали, обещали. Друзья, на самом деле... Долго фармили эти ключи. Да, на самом деле мы понимаем, что иногда там скучно уже смотреть на крестоносца. Иногда там хочется вам увидеть что-то новенькое. Но технический процесс, на самом деле, он очень довольно-таки сложный. Не буду врать, потому что тяжело быстро сделать то, что все хотят. Но мы стараемся по максимуму вот это делать. Вот. Все свои идеи, пожалуйста, пишите в комментариях на форуме на YouTube, что бы вы хотели видеть. Новых видео мы будем учитывать эти мнения и стараться их делать. Да мы тоже жаждем новых идей, поэтому... Да. Некоторые запасы у нас уже есть. Смотрите ближайших видео, мы будем менять свой геймплей. Ну, к чему я не буду, на самом деле. Так что смотрите, подписывайтесь на канал Диаблопедия, вот и будьте в курсе. Слушай, а он мне надоел, я прожму еще один свиток, потому что это уже не серьезно. Так. Ну, что там? О! Ну, где он был, этот свиток, 10 минут назад? Да, эти свитки, напомню, они даются из рифта, за каждый рифт, из гардена, из страшника падает один такой свиток, который дает рандомный баф. Мы встречали какие? 200% по элите, 300% по боссам, это вот вроде таких... Это вот на уберов, да. Да, например. И 100% к... О! На этот раз мне два. Мне один. И 100% к этому самому, господи. К экспириенсу, к опыту. Так, окей, пошли. Город мы сделали. Ура! Мы сделали... Слушай, а нам еще что-то же падало, нет? Хотя я не помню уже. В смысле? Ну, в смысле, рандомные... А вот не помню, если ты вспомнишь, пожалуйста. Что-то еще было, пожалуйста. Ну, не суть, потому что я была... О! Смотри, какой классный мне топор упал. Сорка будет в восторге. Ну, сорка, а пока нету. А, ну это понятно, в кавычках стебешься. Да, да, да. Да, да, да. Ты прикинь, какая будет брутальная сорка с двуручным топором, а еще у него прекрасная моделька. Мне жутко нравится моделька у этого топора. Да, да, возьми себе. Так, друзья, в принципе, нам выпало... Ингредиенты, да, выпали. Мы сейчас идем к ювелиру. Хором. Ой, хором, стадом. Ой. Группой. Ну, все поняли, что мы идем туда. Вот, смотрите, собственно... Сейчас я все покажу это видео. Кольца. Новое кольцо. Новое кольцо дает 35% бонус к опыту. А был, соответственно, 35%. Вот я вам покажу старое кольцо. Вот. И давайте попробуем сделать. Я, в принципе, могу сделать два кольца. Жень, причем... Ну, я уже два и сделал. Ну, давай, ты давай. Строи, строй, строй. Да, стоит это 50 тысяч колда. Делаю кольцо один. Ого, нифига себе. Смотри-ка, ему не хватает мейнстата, на самом деле. И, в принципе, это... Ого. Неплохо, да? Ого. То есть, практически каповый атак спид. Каповый кринж, каповый кринж шанс, каповый атак спид, он 6 максимум. То есть, можно дырку, в принципе, перековать на силу, либо на другой мейнстат. И будет офигенская тема. Да, показывай ты свой, чтобы мы попали. Одно. У меня первая, которая неудачна. Одно, все, пока. Стоп. Ну, как неудачно. В принципе, каше есть. ЛПХ можно перековать. Хотя, слушай, я только сейчас посмотрю. Не, смотри, лрезы... Только один домашний, вот в чем дело. В принципе, у него каповый просто лрезы. Ну, лрезы это... Лайф, смотри, каповый. Кринж шанс каповый. Ну, в принципе, я думаю, что... Смотрите, ну, в принципе, как бы... Неплохо, да? Не знаю, мне кажется, неплохо. Ну, с первой попытки, как ты считаешь? Ну, второе лучше. Ладно, давайте я тоже делаю второе. Посмотрим, что сейчас получится. Ну, не знаю даже. А что ты не знаю? Вот это, например, лучше? Хотя нет, не факт. Ну... Первое перековать будет проще. Здесь надо у тебя вылавливать второй домашний афикс. Так, пока за свое. Ну, у меня примерно вот похожее на вот на твое последнее. Сила, живка, улрезы. Ну, единственное, надо что-то... Редюс перековать однозначно, либо виталити. Это как тебе хочется. Ну, вот, в общем, вот такие колечки. Так, теперь смотрите, друзья, мы отвечаем на вопрос. Я сейчас поставлю старое кольцо. Кольцовского пламени. В один слот. Да, я тоже хочу посмотреть. И поставлю второе кольцо. И это работает, друзья. То есть вы получаете... Получаете с одного кольца со старого 35%, а с второго 45%. Жень, смотри на бонус экспириенс как раз вот на процентах. 538% у меня. 538% тоже самое. Абсолютно. Вот, в принципе. Круто, кстати, да? То есть мы можем поставить рубин в шапку, в шлем смысле, и... Два разных кольца. Да. То есть это, друзья, работает. И, кстати говоря, это как раз к вопросу о том, что стоит ли сохранить хорошие кольца Hellfire. Стоит, на самом деле. Хорошие 60-е кольца, они вам пригодятся. Так, друзья, а теперь еще одна любопытная вещь. Новое кольцо. Новое кольцо вы можете разобрать. Надо обратить внимание, какое из них какое. Да, кстати. А, еще вижу. Надо уже старые убрать. Старые это у меня получается. А, нет, смотри на новое кольцо. Я только сейчас обратил внимание. Оно требует для того, чтобы одеться 70-й уровень. Оно теперь не по уровням неградируется. Оно не увеличивается. Ты его не можешь одеть на первом уровне. Не, ну понятно. Мы сейчас тобой как бы рассказываем. В принципе... Ну, в принципе-то да. Для качек отрагона. А, ну, да. После 70-го... Вы сможете поставить, в принципе, два кольца и рубин. И спокойно бегать и качать свой прогон. То есть это, в принципе, возможно. То есть, старое кольцо с первого левого, а новое 70-го. Вот, давайте я оставлю... Ну что, Жень, какое мне оставить кольцо? Я даже не знаю. Слушай, я тоже. Я вот смотрю на эти два, думаю, какой-нибудь из них разобрать. Слушай, смотри сам. Я, наверное, оставлю все-таки первое, где два домашних аффикса и сокет перекую на силу. И это будет, мне кажется, неплохо, даже по сравнению с моими кольцами. Вот, друзья. Прикол стоит в том, что кольцо отского пламени вы можете разобрать на забытую душу. Смотрите. Вы получаете с кольца ровно одну забытую душу. Это легендарный ингредиент, с помощью которого вы можете что-то заенчантить легендарное. Вот. И использовать в крафте. Потому что леги падают сейчас довольно-таки редко. Я, в принципе, не думаю, что в релизе они будут падать намного чаще. Вот. Или что-то такое. Хотя там геймдиректор, да, Blizzard, где по Diablo 3 сделал пост на US форуме, да, Женя? Вот. Что хотят сделать адроп каждые два часа. Ну, там не совсем... Ну, в общем, да. Там пока спорно, но... Ну, да, да. Еще неизвестно, что это дойдет или не дойдет. Да. То есть, как бы хотят сделать за определенное время определенный дроп. Но пока это все на самом деле мысли у разработчиков, они еще активно думают. Вот. В принципе, возможно, что-то изменится, возможно, не изменится. Мне кажется, не стоит об этом войнить, а подождать. Надо посмотреть, что оно будет. Потому что на самом деле, ну, не знаю. Непонятно. Непонятно пока. Так, друзья, ну что, мы сделали Uber-видео. Я думаю, оно вам понравится, понравилось. Вот. Что-то мы еще хотели, Женя, на самом деле сделать. Что-то мы еще хотели. Черт его знает. Я уже не помню. Сейчас. Так, 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 так. Вопросы, в принципе, у нас кончились, на которые мы хотели ответить. На некоторые вопросы мы ответим в следующем видео. Вот. И, наверное, завершим, да? Давай подумаем, что еще можно сказать. Я, в принципе, пока не знаю, что... А, давайте, в принципе, попробуем перековать, собственно, наше новое легендарное кольцо. Оно легендарное. И, кстати, там изменился оранжевый аффикс у нового кольца. Да, Женя? Да, 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 да. Кстати, у нового кольца теперь не просто шанс выпустить взрывающийся шар огненного пламени, или как он там, адского пламени. Ну, да, да. А теперь он наносит гарантированный 200% виапон дамак. Слушай, а разве в оригинале Диагли он... Там не прописано. Не наносил? Ну, а, там было не прописано. Я думаю, дамак он все-таки наносил. Ну, да. Да и там не 200% было, потому что, помнишь, что на старых кольцах, когда ты его одеваешь, первые персонажи первого уровня с этим кольцом ваншотили все живое. Ну, да, да, да. Даже на СМ-10. А еще был баг, когда он ваншотил вообще все. Когда эти кольца только выпустили. В общем, был прикольный такой баг. Ладно, друзья, давайте попробуем у нашего кольца адского пламени изменить один аффикс. Слушай, ну я перековал, короче говоря, вот сразу заразить тебе покажу. Ну, давай. Или давай ты. Ну, давай, показывай, показывай. Ну, вот, например, ну, все равно оно меня минусует, как бы то ни было, не особо, чтобы особо. Ну, на одно кольцо минус 9,5. Ну, в принципе, смотрите, друзья, да, понятно, что он будет минусовать. Ну, это сколько можно попыток делать, все-таки? Да. Это с первой попытки, считайте. Довольно неплохо. Ну, да, кольцо рассчитано на прокачку все-таки, а не на вашего ДПС или что-то еще. Ладно, давайте, делаю, получаю средний дамаг, он, в принципе, плохо апает, на самом деле, давайте пока его. А средний дамаг на Россе не сильно, да, он выбивает гораздо слабее становится вот этот аффикс, чем тот же самый крит шанс, крит урон. Жень, как ты думаешь, у меня осталось 7 душ, используете ли еще одну? Ну, попытку еще. Ну, давай, ладно, последнюю попытку, потому что... Может, что-нибудь и выпадет. Душ этих довольно-таки мало. ЛПХ... Но нам обещали его все-таки апнуть, поэтому, может, сейчас больше бы выпадать. Ну, вот ЛПХ и резисты. Наверное, резисты. Резисты выбрал. Резисты упали после того, как финали. Ладно, последняя попытка. Ну, все, это точно последняя. Это абсолютно точно последняя, потому что душу жалко. А 470 к силе, я думаю, надо брать. Да. 470 к силе, да, все. Ну, смотри, смотри, в принципе, не знаю, одно кольцо апает такнос. Слушай, а вот это хорошее колечко. Ну... Оно у меня не сильно, оно у меня просаживает по дамагу немного, но зато по прочности так, прилично, прилично. В общем, я думаю, я его оставлю, не буду распылять над душем. Ну, вот я вот это оставил себе тоже просто так. Я второй распылил, а первое вот это. Я его надевать не буду, но я его на всякий случай оставлю. Кто его знает? Тем более, я знаю, что душа в нем вложенная, она рвется. Если что, ее можно расковать, разобрать. Так, Жень, ну что, давай завершим это видео. Друзья, мы вам говорим большое спасибо, что нас смотрели. Постараемся вас радовать такими же прикольными видео. Подписывайтесь на канал Диаблопедии и пока. Удачи. Подписывайтесь на канал Диаблопедии. Продолжение следует...